Всем привет, ребята! Так, как продавать на Амазон? Ищем прибыльные товары прямо сейчас. Я вам покажу, как искать прибыльные товары, расскажу про модель онлайн-арбитраж, идеальная модель для новичков. Если вы ищете идеальный способ для заработка денег онлайн по модели Амазон, конкретно хотите продавать на платформе Амазон, то сейчас это видео конкретно для вас. Что мы будем делать? Заходим на ритейл-магазин Walmart, заходим просто в раздел, не знаю, в любую категорию, без разницы, я люблю все время работать через категорию игрушек, то есть видеогеймс. Можно зайти, в принципе, в любую категорию, можно протент-плей, можно лего, можно артс-крафтс, можно выбрать по каким-то другим критериям и так далее. Давайте просто выберем dolls, там, не знаю, dolls-хаузы. В принципе, абсолютно без разницы. Просто выбираем любую категорию. Сейчас покажу на примере, как мы будем искать прибыльные товары на продажу, проанализируем их также, и как это, в принципе, все работает. Давайте выберем, можно лол-супрайс, можно, давайте тролль выберем, троллс и там, бейби-лайф, там, не знаю, там, пупс, не знаю, такие вот популярные темы детские. Вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь какие-то тролли у нас разные, видите, страница открылась. Соответственно, у нас здесь 5 страниц по разделу Trolls. Вот. Мы сейчас будем сканировать данные товары и искать прибыльные сделки с Walmart-магазина на Amazon. У нас есть инструмент, который называется Waxer. В праве я их не могу увидеть, такая синяя иконка. Вот. Мы сейчас будем на нее нажимать, и она будет сканировать всю страницу с данными игрушками и искать для нас прибыльные предложения, которые мы можем продать, сделать флиппинг на Амазоне по модели онлайн-арбитраж. Мы закупаемся у ритейлера. Зеленый – это прибыльный, красный – это неприбыльный. Тут же нам выдало ничего. В принципе, 85 центов на данном товаре мы даже не будем рассматривать. Мы будем его пропускать и идти дальше. Почему я открыл разных новых категорий? Потому что скан товаров делается довольно-таки быстро, потому что, ну, на это довольно-таки много времени уходит на поиск товаров, поэтому вы должны максимально тратить его с умом. Вот. Если мы ничего не находим в первой, там, 2-3 странице, то мы пропускаем данный товар. Смотрите, 3 доллара 16 центов на одном товаре. Давайте его откроем. Открываем S.A.N. Жмем просто вот на S.A.N. здесь. Здесь у нас указано, опять же, имя товара. Цена на Амазоне, цена в магазине – 16.36. Открываем его на Walmart и видим, что, да, 16.36. Такой вот DreamWorks Troll Herring Air Poppy продается на Walmart. Соответственно, берем его, находим на Амазоне, точно такой же товар и смотрим, что происходит здесь. Давайте сравним сперва. Является ли товар одинаковым? И да, он является одинаковым. Насколько я вижу, 16.36. Такая же модель C1.305. Можно проверить эту модель на Walmart тоже. Иногда она указывается, иногда не указывается. Можно посмотреть в разделе Specification. Здесь у нас она не указывается. Но я поверю, что этот товар один и тот же. Посмотрите на упаковку тоже. Вы можете вот глянуть, опять же, приблизить для себя. Посмотреть, что у нас здесь. Посмотреть, что у нас на Амазоне. Да, это такой же товар, я вам скажу. Вот. То есть это хорошо, потому что у Exxon иногда выдает неправильный товар. И это абсолютно нормально, потому что инструмент поддерживает там 400 разных ритейл-магазинов. Просто очень много сайтов. Иногда связанная система не срабатывает. Иногда просто мисс-мэч всякие дает, которые там не совпадают товары. Там прибыль показывают неверную и так далее. 16.36 данный товар у нас. Мы покупаем его. Мы продаем его с 29.96 на Амазоне. Он продает за такую сумму. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы должны понять, сколько на самом деле мы прибыли можем поиметь на данном товаре, если мы его отправим на Амазон по модели Amazon FBA Online Arbitrage. Кстати, в правом верхнем углу будет видео. Также можете посмотреть пошаговое по модели онлайн арбитраж. Вот. И что мы сейчас делаем? Мы знаем, что мы покупаем товар за 16.36. Мы берем, открываем наш калькулятор. В правом верхнем углу бесплатный калькулятор. Amc Scout калькулятор мы используем. Вот. Берем цену товара 16.36. Вводим ее в калькулятор и получаем нашу прибыль. После того, как мы ее продали с 29.96, получается 3 доллара 52 цента с каждого юнита после всех взысканий Амазона. Total FBA FI 1008. Прибыль с каждого юнита 3.52. Соответственно, примерно мы делаем ROI в 21%. Маржинальность в 11% на данном товаре. Что, в принципе, довольно-таки средняя маржинальность для данной модели на Амазоне. Вот. И примерно прибыль в месяц 45 долларов с этого одного товара. Потому что он продается примерно 13 раз, как вы уже увидели. Вот. Дальше. Что мы делаем? Мы, соответственно, проводим быстрый анализ данного товара. Вот. Мы должны понять, сможем ли мы данный товар продавать, да, либо нет. Конечно же, нужно проверить на момент добавления товара в сам Амазон. То есть, можем ли мы продавать данные SIN. SIN – это идентификатор Амазона. Идентификатор товара на Амазоне. Соответственно, у нас он есть на OX-Ray. Вот здесь вот SIN находится. У каждого товара есть свой уникальный SIN. Мы добавляем его в Seller Central. Естественно, проверяем, можно ли его продавать, либо нет. Там бренд может быть запрещен и так далее. Вот. Здесь у нас есть такой момент. Здесь у нас Амазон продает на лестнике. Видите? Ships from Amazon. Sold by Amazon. Это не очень хорошо, потому что Амазон будет конкурировать за Buybox. Он будет забирать себе весь Buybox на данном товаре. Buybox – это вот здесь. От ту карта, куда люди кликают, чтобы купить данный товар, когда они покупают у вас. Вот. Если вы не будете в Buybox, смотри, здесь у нас есть 4 других селлера. Видите? 4 селлера подают данный товар. Соответственно, люди сюда не будут кликать. Вот. Давайте, если я кликну сюда, я вам покажу, как это примерно работает. Здесь есть 4 других селлера, которые подают данный товар. Вот. Есть за 10. Collectable, Acceptable. Давайте просто выберем, чтобы товар был новый. Мы продаем товар как новый и смотрим нашу конкуренцию. Амазон потом какой-то Radom продает сам. Не FBA. Ships from and sold by. Он сам продает его. Сам его, соответственно, листингует. И у нас есть еще Amazon.com. Ships from Amazon.com is sold by Prime Retailers Fast Shipping. То есть он делает FBA. Fulfilled by Amazon. То, что мы сейчас с вами и делаем. Мы делаем FBA. Мы будем покупать этот товар на Walmart в количестве 10, там, 5, там, не знаю, вот, 3 штук. Здесь 3 штуки можно максимум купить. Наверное, из-за того, что сейчас Christmas, сейчас Рождество. Я записываю это в виде 24 декабря. Есть ажиотаж на такие товары. Вот. Соответственно, можно максимум купить только 3. Такие штуки прибылать, соответственно, на Amazon. Вот. Что мы сейчас делаем. Это, соответственно, мы берем и делаем дальнейший анализ данного товара. Мы видим, что здесь у нас есть один конкурент. У нас здесь есть Amazon. Сейчас нужно посмотреть, что у нас творится на Kipa. Kipa – это инструмент такой вот график, который показывает скачки рейтинга, как часто был Amazon на лейтинге и так далее. Оранжевый – это значит, что Amazon на лейтинге. Он постоянно на лейтинге. Естественно, он доминирует и получает весь BuyBox. Здесь у нас белое – это когда Amazon не было. Амазона не было летом, и товар продавался, но у него рейтинг постоянно скакал. То есть, ну, рейтинг у него был, в принципе, не очень хорош. Он туда-сюда скачет, и мы видим, что этот товар не самый продаваемый. Я вам сейчас покажу пример другого товара, который мы лично нашли сами. Вернее, моя команда сделала это, потому что у меня все на максимальном автопилоте. Вот, и данный товар я бы, в принципе, не рассматривал к покупке. Может быть, там, один-два юнита, и то я бы него не покупал, потому что они продаются в достаточное количество раз. Вот, сегодня у нас рейтинг данного товара тоже довольно-таки низкий, хотя время года сейчас именно тогда, когда покупают все игрушки. Сейчас Рождество, сейчас праздники. Вот поэтому, что странно. Давайте я вам покажу товар другой, который у нас есть. Я специально для вас заготовку сделал. Это будет товар из другого магазина. Вот, магазин называется «Майклс». Товар покупаем за 5 долларов 49 центов. Такой вот у нас будет «Акрилик Пейнт», это будет краска. И, соответственно, мы продаем его за 20.45 на Амазоне. Здесь у нас прибыль уже будет немножко другая. 5.45. И прибыль у нас уходит уже в 8.44 с каждого юнита. Посмотрите, здесь можно заработать целых 1200 долларов с одного товара. Он продается 142 раза в месяц. Этот инструмент, например, показывает продажи ежемесячные в зависимости от рейтинга данного товара. Вот, здесь у нас 13 рейтингов. На рейтинге можно с ним обращать внимание. Самое главное, смотрим на Sales Rank, который у нас здесь есть. Вот у нас есть BSR. Как работает BSR Sales Rating. У меня также есть видео. Можете посмотреть в правом верхнем углу, сейчас будет подсказка. Вот, у нас здесь Arts and Crafts, категория Arts and Crafts, 13.985 в рейтинге данного товара. Вот, и, естественно, Keeper. Инструмент Keeper тоже нам показывает, что Амазон здесь никогда не был. И рейтинг довольно-таки стабильный уже на протяжении последних 4-5 месяцев товар продается. Здесь у нас вариации. Здесь много разных вариаций на данном рейтинге. Естественно, мы можем закупить любую вариацию, которую мы хотим на магазине Michael за 5 долларов 49 центов. Здесь даже у нас есть дополнительный дискон в 20%. То есть мы делаем здесь не 8 долларов 49 центов, как я вам сейчас показал на калькуляторе. Здесь у нас получается даже 8.44. Здесь тоже у нас получается, может быть, 9.50-10 долларов. Это модель онлайн-арбитраж. Мы берем, закупаемся. Не знаю, в зависимости от вашего бюджета. Сколько у вас там... На какой бюджет вы рассчитываете? Условно у вас там 500 долларов. Вы закупились там на 5 долларов. Купили там, не знаю, там за 5 долларов 49 центов купили там 20 юнитов. С каждого сделали там, ну, инвестировали 109.80. И с каждого юнита сделали там 7-8 долларов условно после вычета всех предналогов, там, таксов и так далее дополнительных. Там сделали там условно, не знаю, там 6-7 долларов даже с каждого юнита. Это выше, чем 100% ROI. Сами понимаете, с каждого юнита это очень-очень даже неплохо. И вы заработали там 220-230 долларов обратно, инвестировав 110. Так и работает модель онлайн-арбитраж. Это все довольно-таки просто, все легко. И именно по такой модели можно продавать на Амазоне. Как продавать на Амазоне? Конкретно по модели онлайн-арбитраж. Самая простая модель для новичков. Я вам настоятельно рекомендую начинать именно с нее. В общем, все, ребят, я все, что хотел вам сказать в этом видео, уже сказал. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их внизу. Если вам что-то непонятно, оставляйте комментарии. Также ссылочки на все мои соцсети тоже будут внизу в описании. Если вам понравилось данное видео, понравилось объяснение, пояснение, обязательно ставьте палец вверх. Очень важно. Не забывайте подписываться на канал. Тоже очень-очень важно. Ссылочки внизу в описании. Телеграм-канал обязательно заходите. Там у нас постоянные апдейты, новости, разного рода информация, апдейты от меня разные, опросники. В общем, помогаем людям и показываем, как зарабатывать деньги на платформе Амазон. Все, ребят, всем спасибо еще раз и до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok